Я не англотичевизм, я не англотичевизм. Связано больше с пандемией, чем с Китаем. Мы не видим, что наши дети будут учиться в китайских школах. Большинство стало воспринимать иностранцев как носителей вируса. Нету возможности прогнозировать здесь жизнь. С меня хватит. Всем привет, я Майк Навалис, это проект Китай-город. Я знаю, вы заждались новый выпуск на моем YouTube-канале. Недавно в своем Телеграме я провел опрос. Спросил у вас, на какую тему мне записать видео. И вот с большим отрывом победила тема, почему иностранцы уезжают из Китая. Я поговорил с ребятами, которые уже уехали или которые собираются уехать из Китая. И такая палитра разных мнений, разных причин отъезда из Китая. Но прежде всего я хочу сказать, что сегодня, 23 февраля 2022 года, мы записываем это видео. Вот ровно два года назад, так совпало, я вернулся в Китай. А уже через месяц Китай полностью закрыл границы для въезда иностранцев. На самом деле это неудивительно, что Китай выбрал такую стратегию. Он поступил так же, как когда-то построил Великую Китайскую стену. Изолировался от внешнего мира и вот начал свой такой великий поход в войну с коронавирусом. И вот как в любой войне, есть победители, есть проигравшие. Вот победителями стало китайское руководство, да, компартия, которая сплотила народ, сплотила нацию. И да, они, можно сказать, пока побеждают, экономика Китая растет. А вот проигравшие или, другими словами, заложниками во всей этой ситуации стали как раз иностранцы. Многие из иностранцев столкнулись с проблемами, с большими. У кого-то бытовая ксенофобия коснулась, слава богу, не меня. У кого-то проблемы на работе, падение бизнеса, другие проблемы, отказы в визах. И вот вся эта палитра мнений будет сегодня вам представлена. Привет, Дарья. Привет, Лен. Привет, Жень. Привет, Настя. Привет, Миша. Скажи, сколько ты лет прожил в Китае на данный момент? Уже 10. 10 лет? 10 лет в Китае уже. 10 лет это срок. Здесь я 4 года. В 12-м году я переехала в Шанхай, хотя в Китай начала в качестве студента практика приезжать с 2010-го. Я прожила в Китае суммарно где-то 7,5 лет. Чем ты занимаешься? Слушай, ну я работал на разные компании, китайские в том числе и российские. Сейчас у меня свой собственный проект в сфере логистики. Мы делаем такую, можно так сказать, площадку, платформу логистических услуг. Развиваем IT-направление. Здорово. Я училась в Рудене, дружба народов в Москве. На юриста-международника плюс получала сразу переводчика китайского языка. И нас очень классно, благодарю свой университет за это, начали с первого года обучения вывозить в Китай. И на третий, по-моему, год привезли в Шанхай. И там, я сокращаю все до максимума, там сразу случилась любовь с этим городом моментально. Настолько это было, настолько для меня сильный культурный шок в этом правильном положительном ключе, что я неосознанно уже тогда начала искать варианты того, как бы остаться в этом городе. И мне повезло сразу же. Началось все с практики юридической в офисе спортмастера в Пудуне. И это настолько быстро, классно завертелось именно с практики студенческой, что я перевелась на заочное в России, продолжила обучение заочное в Москве и начала работать в Шанхае, еще будучи студенткой. Вот этим курсом я поехала в США на 4 месяца work and travel. И я поняла, что я не хочу жить как раньше, как в России. И то, что мне говорилось, как я должна прожить свою жизнь, я решила это перечеркнуть. И я не знала при этом, что я хочу делать в будущем. Но открылась такая возможность поехать в Китай, работать в отеле. Я китаист изначально, и я приехала в Китай сначала по программе языкового обмена. То есть я год изучала китайский язык в городе Циньзинь. Не многие знают, но это четвертый по размеру город Китая. Он находится буквально в получасе от Пекина. И тогда мне так понравилось в Китае, что я подумала, что вот как только я закончу свой специалитет в России, я должна сюда вернуться, чтобы закончить магистратуру. Так и вышло. Но для того, чтобы поехать в магистратуру, я уже выбирала, я рассматривала для себя только Шанхай. И получается, через год после своей языковой практики я вернулась в Китай. Я закончила свою магистратуру в области лингвистики. И еще где-то, получается, полтора года, нет, год после выпуска, я осталась жить и работать в Китае. Правда, после этого, буквально через какое-то время в Китае произошли изменения в трудовом законодательстве, которые не позволяли иностранцам работать официально, если те не достигли 24-летнего возраста. Я студентка, причем в юридическом отделе, мне сказали, ну вот кем угодно бы ты была, наверное, мы что-нибудь придумали, но ты же юрист, мы не можем нелегально устроить юриста. И очень быстро наше сотрудничество, работа закончилась, и мне пришлось выбирать. Так, я совершила финт ушами, я переехала совершенно неожиданно для всех, даже для себя в другую страну. И что, мне сейчас возвращаться? Да нет, конечно. И начала искать варианты. И опять же, мне повезло, практически сразу же появилась подработка в туристической сфере, гид. Тогда не было никаких платформ, тогда еще Инстаграм не был информационной площадкой. Тогда все приезжающие в Китай искали гидов на форумах. И как, так или иначе, я уже не вспомню, как получилось, понравилось. И оказалось, что на это есть невероятный спрос, который с годами только увеличился. Что я здесь делала за четыре года? Я вот приехала в феврале, когда здесь нет работы, мы все это знаем. И что я делала? Как и многие начинающие здесь, ходила по съемкам, массовкам, в клубах пила коктейль, да. И все, потом я начала работу учителем, тогда еще была сайенс-тичером, я работала четыре месяца сайенс-тичером. Потом я пошла работать учителем английского. И все то время, что я здесь была, я все время жила с мыслью, что я не англо-тичеризм. Я не англо-тичеризм. Я не закончу здесь 50 лет с бэби-шайком. Нет, нет, нет. Я себя убеждала. Но как бы заработок здесь хороший, и как бы это покрывало все мои предрассудки, стереотипы, и гордость так мою немножко тоже отодвинула. Какая у тебя работа была в последние годы, скажем так, в Китае? И последние годы, и все годы, в принципе, что я там была, моя профессия была преподаватель английского языка. Я этим занималась, как сказать, со всей душой, потому что мой диплом, он, собственно, в области преподавания английского языка. И мне это действительно очень интересно. То есть мой диплом, он преподаватель английского и китайского языков. Но понятное дело, что китайским не некому было преподавать в Китае, так как вокруг и так все, ну, эти спикеры, скажем так. Вот. Но я с огромным интересом и с огромным удовольствием развивалась именно как преподаватель английского языка. И вот так, если, наверное, еще больше сократить историю, именно такую карьерную, в Шанхае с 2012 года, ну, можно проследить путь от туристического гида, который ищет своих клиентов на форуме. А вот к допандемийному году мы пришли уже с выигранными тендерами среди мировых компаний, там, где мы организовывали и бизнес-поездки, и туристические поездки, и поездки по Китаю, и в Шанхай для разных групп. Групп – это и подгосударственные какие-то структуры, и бизнес, и топ-компании и так далее. То есть вот такой, получается, шести-семилетний путь от гида до своей компании, которая под ключ делала в Шанхае все, что касалось въездного туризма. Делала с любовью. Смотри, миллионы людей стоят на границе с Китаем, со своими паспортами никому не нужными, и хотят приехать в Китай. Делают все для этого. Платят деньги, делают китайские прививки в Белоруссии. С ума сходят просто, да, хотят сюда заехать. И несмотря ни на что, ты как бы со своей супругой, со своей семьей, вы созрели к тому, что все-таки хотите уехать. Ну, на самом деле, я созрел давно уже. Я взял больше супругу. Потому что мне уже не так интересно находиться в Китае, как, допустим, было там лет пять назад. И вся эта история с пандемией, с закрытием границ, она просто подтолкнула мою супругу к тому, что она приняла решение положительное в сторону отъезда. Но я говорю, я готов был уже уехать года как 3-4 назад. Смотри, компания сейчас из-за пандемии очень поменяла свой курс и свою сферу деятельности. Случилась переквалификация наша больше в маркетинг, больше в организацию матчмейкинг-сессий, больше в бизнес. Меньше в сервис, больше в бизнес. Одна из причин как раз... Можно чуть вперед забегу? Одна из причин, почему я решила, что, наверное, пора тоже уезжать, это потому что для меня вот этот ключевой фактор работы с людьми, он остался ключевым. А этот фактор полностью исчез во время пандемии. И поэтому для меня вот этого огня, из-за которого мне хотелось просыпаться в 5 утра и не ложиться, работать, работать, он немножко начал потухать. Поэтому было чуть легче уехать из Китая тогда, когда пришло время. Ну а почему? Почему? Потому что... Ну, вот вся моя деятельность, которая сейчас связана с Китаем, она может делаться удаленно. Первая причина это... Ну, не нужно мое нахождение здесь постоянное. То есть за время, пока я здесь живу, уже было, в принципе, все сделано для того, чтобы можно было управлять проектом удаленно. Это первый момент. Второй момент это наши дети. Да. Потому что у нас двое детей, и их нужно где-то учить. А как-то вот мы не видим, что наши дети будут учиться в китайских школах. Ну, я ничего не могу сказать плохого, там, хорошего. Ну, просто не наша тема абсолютно. Мы хотим учить детей в России. Как минимум, базовое образование в России получить, дальше уже посмотрим. Но это вот вторая основная причина. А все то, что сейчас происходит на рынке Китая, в мире, на мировой арене, это уже все послужило больше триггером, наверное, к отъезду, то есть к принятию решения. А само зерно решения, да, оно сформировано было давно уже. Года как, наверное, три назад. Какая у тебя главная причина? Ну, скажем так, основная причина – это пандемия. Потому что к ней, вот к этой причине уже прилепилась куча факторов, которые сделали мое пребывание в Китае неприятным для меня. То есть мне было не очень хорошо. Я не видела своего будущего в перспективе. Но как бы катализатором вот этого всего послужила, естественно, пандемия. Ну, то есть, а если бы пандемии не было, ты бы осталась, скорее всего, в Китае? Зависит. Очень сильно зависит. Потому что, смотри, смотри, пандемия запустила очень много разных перемен. Могу раскрутить этот клубок сейчас и рассказать. Откажи. То есть к тому моменту, когда Китай официально вышел из лопдаунов и признал, что у них вот, мол, zero cases, то есть у них вообще нет новых заболевших, китайцы в силу, ну, скажем так, разных причин стали пытаться свалить вину на кого-то. То есть мне буквально каждый первый китаец, каждый первый мой ученик начинал вскоре рассказывать о том, что вот, мол, есть такой смертельно опасный вирус, и зародился он. Ну, там было очень много версий. То это была какая-то европейская страна, вот, последняя версия, это, кажется, была Америка. Вот, что вот, мол, в Америке появился этот ужасный вирус и привозит его в Китай, исключительно иностранцы. Вот. Опять же, это все очень хитрая игра слов, потому что каждый новый случай, импортированный в Китай, в прессе освещался как ввозной или заграничный случай. Даже если это были китайцы, которые, ну, этнические китайцы, они родились в Китай, они просто выезжали куда-то путешествовать или учиться, обязательно вот как бы для масс это было объявлено, что это заграничный случай. Поэтому благодаря вот этой вот манипуляции со словами, большинство стал воспринимать иностранцев как носителей вируса. Вот. И почему-то все убеждены, ну, скажем так, не все, я не общалась с каждым первым китайцем, но вот те, кого я встречала, все были убеждены, что он привозится и за границей, что мы какие-то не такие, мы какие-то заразные. И у меня была куча случаев, когда в метро от меня отсаживались на противоположный ряд сидений или уходили просто в другой вагон при виде меня или, ну, не знаю, очень много было вот таких вот неприятных стычек. И как человек, который в Китае живет с 2013, грубо говоря, года, я очень четко почувствовала перемену настроения, перемену отношения к нам. То есть от «мы вас любим, какие вы классные, давайте дружить», мы так вот приблизились к моменту, когда «фу, иностранец», «ой, разобратительно». То есть буквально ты можешь зайти в магазин, и мамочка с ребенком будет вот так вот своего ребенка уносить скорее от тебя и натягивать маску просто по самые глаза. Хотя ты вроде бы как ни в чем не виноват. И ты тоже носишь маску, и ты тоже подчиняешься всем правилам китайского общества. Вот. Это было обидненько, скажем так. Мы были, наверное, я не побоюсь этого слова, в плане приема русскоговорящих клиентов в Шанхае и в Китае, но либо самыми крутыми, либо одними из самых крутых, в плане уровня предоставления услуг. И, конечно, это закончилось в ноль, когда началась пандемия. Все, что касалось приезда людей, мы все прекрасно знаем, в Китае, оно просто завершилось. Поэтому да, поэтому это одна из таких серьезных причин, которая напрямую связана больше с пандемией, чем с Китаем. А еще какие-то есть причины? Смотри, вторая причина, наверное, мы сейчас с тобой разговариваем, я в Архангельске. Я вчера была в Москве, сегодня в Архангельске, я у мамы дома. Я скоро пойду к бабушке, она приготовила холодец. Мне кажется, что это прямо, это объясняет все. Это такая очень, я, наверное, буду говорить для себя, у всех разные ценности. И для меня ценность нахождения рядом с семьей, возможность их видеть, я не говорю, что мы видимся каждые выходные теперь, когда я переехала в Россию. Но даже сама идея, возможность того, что я могу позвонить и сказать, мам, я за дверью, мне от этого хорошо, мне от этого тепло. И ценность нахождения вместе с родственниками, вместе проводить время, какие-то праздники, это очень важно. И да, я это тоже поняла в то время, когда мы были полтора года, почти два года не вместе. То есть ценность только возросла в моей системе координат. Скажи, пожалуйста, а вот за последние годы, в связи с закрытием границ, есть люди, которые говорят, ну вот раньше были границы открыты, можно было как-то выехать, развеяться, как-то настроение себе условно поднять. А когда ты живешь как в тюрьме, в закрытом пространстве, пусть таком большом, как Китай, все равно это на мозги давит. Это тоже одна из причин? Да, это основная тоже причина, потому что для каждого человека потребности разные. И я знаю себя уже очень хорошо, я понимаю, что для меня это, знаете, как нижняя ступень, пирамиды масла, это для меня basic. То есть для меня важно выезжать и путешествовать. И не просто вот в Ханчжоу, в Су-Джоу, типа я во путешествую. Нет, другую культуру. У меня в этом году ушел один родственник, и я не хочу сидеть, ждать, смотреть, как там, грубо говоря, все умирают. И типа, а что, я здесь до сих пор вот это делаю? То есть это да. Когда были открыты границы, было не так печально, потому что особенно когда были бизнес-визы, ты мог уезжать вообще спокойно. Сейчас нет, и Китай еще долго не откроется, поэтому, может быть, это, конечно, откроется, но я так не думаю. Хорошо, а еще такой момент все-таки, помимо прочего, мы должны про него рассказать, то, что произошли реформы в образовательной системе Китая, и много центров таких тренинговых, да, по-английскому, закрылись, или компании там сократили очень сильно бюджеты. Скажи, пожалуйста, это тоже как аспект можно назвать? Ну, может быть, не конкретно в твоем случае, а вообще вот для Китая, насколько это большая перемена произошла? Так, для меня конкретно я обрадовалась, потому что у меня такое было, типа, ну, это же легко, всегда можно заработать. Вот куда, как Александр Закатарем сказал, типа, все зарабатывают деньги, едут на сынью, типа, нормально, типа, что я делаю не так? У меня тоже было, может, что это не так делаю, может, надо расслабиться и зарабатывать просто. То есть, ну, когда я узнала, что это будет коснется всех, я такая, ах, теперь у меня не будет чувства того, что я что-то делала не так, потому что все этого лишатся. Это все пришло к закону, который вышел в конце августа, когда официально, вроде как, Китаю стали не нужны учителя английского языка, как раз тогда пошла вот эта вот массивная волна закрытия тренинг-центров, английский язык убрали из списка официальных выпускных экзаменов Гао-Хао, насколько я знаю, опять же, насколько я слышала. И поговаривали о том, что его хотят и из экзаменов средней школы убрать, и из вступительных экзаменов. Вот. И начались массовые гонения иностранцев. А так как мне действительно очень хотелось бы развивать свою карьеру в этой сфере, и я вложила пять лет своей жизни в магистратуру в довольно известном педагогическом вузе Китая, и я действительно хотела остаться там и развиваться, и как бы прикладывать вот все эти свои дипломы, ачивки, достижения. Для меня фактически будущее, карьерное будущее в Китае, таким, как я его видела, оно перестало существовать. Вот. Ну и, в общем, отношения со всех сторон, планы какие-то на будущее, куча друзей, которые покинули Китай. Это все меня сподвигло к тому, чтобы пересмотреть свои планы на дальнейшее нахождение в стране. В Китае, в принципе, для иностранцев нет развития, мне кажется, только для тех людей, кто как-то с дипломатией связан, кто, в ком они заинтересованы, как в равном собеседнике. А в остальном, даже если это какие-то крупные корпорации, тебя просто используют, и все. И то же самое случилось и на таком уровне чуть пониже, как преподавание, англофетчеризм. Они просто попользовались, и все. То есть это надо было понимать с самого начала, что не нужны мы им, вот прямо они считали нас суперценными сотрудниками. Для них они нанимали, грубо говоря, из всех стран без образования, что тоже в самом начале ударило, по-моему, 21-летнему эго, когда у меня лингвистическое образование. А здесь брали всех. И я такая, типа, а зачем я училась? Поэтому коснулась Китая, но они как бы это планировали. И я не знаю, пожалеют они об этом или нет. Но если им надо будет, они снова откроют двери, снова нами попользуются и снова выкинут. Я так считаю. Чистый прагматизм, бездушный. Плюс, когда ты так долго развиваешься как преподаватель, получаешь всякие там дополнительные дипломы, знаешь, ТИСО, там, диплом Хьюстона, Бостона, там, знаешь, у меня 10 дипломов, атаксую я так для души. Ну, правда. Вот, это правда так обидно. И, ну, когда ты из России или из страны СНГ, ты автоматически попадаешь в категорию второсортный учитель. И при этом то, чем ты занимаешься, не вполне легально. Вот. И я с этим тоже не очень согласна, потому что ты можешь быть очень крутым учителем. У тебя может быть, там, 10 лет опыта. Ты прекрасно понимаешь, как объяснить что-то, в отличие от носителя языка, который никогда свой язык не изучал. То есть он не сталкивался с такими же трудностями, как люди, которые изучают английский как иностранный. Вот. Ну и, в общем, вот такое вот пренебрежительное отношение, оно мне очень сильно надоело. Еще и возможность передвигаться. Опять же, я знаю огромное количество людей, для которых, например, путешествие, это, ну, там, это отпуск. Раз, там, в полгода, раз в год. Это классно. Но ради этого не нужно менять свой уклад жизни. Для меня путешествие, учитывая, что это было большой частью моей работы, основной, для меня это также очень серьезная ценность, отсутствие которой в течение полутора лет тоже сказалось и на моральном состоянии, и на настроении, и на всем месте. То есть за последние четыре месяца мы уже успели съездить и в Турцию, и на Сейшелы, и поездить по России. И, опять же, сам факт того, что я сегодня могу уже планировать июнь, апрель, для меня важно. Очень-очень важно. Нету возможности прогнозировать здесь жизнь свою. Это, наверное, тоже, вот, это будет третий, третий пункт, почему мы решили отсюда уехать. То есть у нас с визами все в порядке. Да, вот это очень важно, что китайцы вас как бы не поталкивают к границе. Они нас не выгоняют, у нас хорошие отношения со всеми абсолютно. И в прошлом году, в 21-м году, получается, в конце года мы получили визу на два года. О, продленные уже такие. До 23-го года, да. И все равно приняли решение как бы отчаливать. В принципе, ты могла остаться. Тебя там не выгоняли по визовым причинам, да? У тебя был способ остаться? Да, у меня была абсолютно действующая легальная виза. Но дело в том, что и я, и мой муж на тот момент стали задумываться о том, что, а стоит ли оно того. Потому что, да, жизнь в Китае, конечно, она очень интересная. Но вместе с тем, стоимость жизни, твои каждодневные расходы, они просто огромные. Они несоизмеримы с зарплатами, со всеми этими деньгами, которые ты там можешь заработать. Вот. Мы просто подумали, что есть же куча других интересных мест, где точно так же можно жить, как экспат или какие-то страны, куда можно переехать на ПМЖ. Вот. И там будет гораздо больше возможностей накопить деньги или осесть. Вот. Кстати, еще одна из причин, почему не хочется оставаться в Китае, потому что в Китае ты никогда не ассимилируешься. Ты всегда будешь чужаком. И получить китайское гражданство нереально сложно, даже если ты там 20-30 лет проживешь. Это просто какие-то единичные, уникальные случаи. Не выехать вообще никак. Окей, по-другому скажу. Ты выехать сможешь, заехать очень сложно, родственников не повидаешь. И там куча еще дополнительных вопросов, которые возникают. И мы так все взвесили, а ну что смысл какой сидеть здесь дальше? Понятно. Ну, приняли решение возвращаться в Россию. То есть ехать на свою родину домой, учиться там работать, продолжать дальше проект с Китаем. Так же все равно мы работаем. Я работаю, я абсолютно не заканчиваю его. И благо то, что за все это время была возможность создать какой-то плацдарм. Поэтому все работает. Все будет дальше работать. Но все деньги, что я получала, не все, но большинство, я вкладывала в образование, в тренинги. Я недавно получила сертификат NLP-коуча. И то есть я сдержала свое слово, что я не буду в это самое превращаться. И простите, если кого-то это обижает, но это так. Не, ну здорово. Я думаю, тратить деньги на свое обучение это всегда круто. Да, я уже вот последний год активно начала пиарить себя, свои тренинги. У меня есть свой сайт-блог с историями разных людей из Шанхая тоже. Есть группа в WeChat, где очень, кстати, большое уже количество людей, что было неожиданно для меня. И я продвигаю вот свои тренинги и консультации. Но это был последний год. Первые три года это просто было отрицание, что я ингрыш-тичер, всячески вытаскивание себя из этой среды, потому что... Засасывает? Засасывает, да. Это печально может окончиться для вас всех, поэтому это интервью должны признать все, кто собирается в дезитации до 90 лет и кто стоит на границах, платит миллиард, чтобы потом их уволили, потому что Китай очень непредсказуемый. Вот. И просто я сейчас достигла той стадии, когда я могу, когда я понимаю, что я могу на себя положиться, я знаю себе применение. Уже нет такого, как это было 4 года назад, когда я из Пекина выезжала, типа не знаю что куда, но такая потерянность была. Сейчас у меня этой потерянности нет, хотя я понимаю, что вот так вот легко там сделать teach-e-te-te, let me try, мне больше нигде не заплатят. Но для меня важнее развитие, чем эти деньги, которые в принципе, если напрячь мозги, просто можно заработать другим способом. Вот, собственно, это главная причина, почему я уезжаю. Я приехала в Москву, получается, мы приехали в сентябре, вот как раз с тем майнсетом, который ты только что озвучил, что ну вот из Китая уезжаешь и что-то заканчивается и непонятно начнется ли что-то. Сейчас вот мое личное мнение, мне кажется, что сейчас Москва настолько бурлит какими-то новыми идеями, возможностями, что вот я только приехала и появились новые люди, появились новые проекты. И это точно еще за счет того, чему научил Китай. Китай в принципе учит тому, что возможно все. Он точно учит тому, что если ты работаешь и ты вкладываешь много усилий, получается все. Иногда, может, не сразу, но оно все равно получается. И вот с таким майнсетом приезжать в Москву сейчас, это мое личное наблюдение, очень классно. Потому что здесь в Москве такая энергетика, что люди тоже хотят что-то делать. И опыт китайский, связи, какие-то возможности накладываются на энергетику, которая сейчас крутится в Москве. И получается что-то очень классное, эффективное. То есть вот у меня сейчас в рамках каких-то бизнес-проектов все бурлит. Спасибо тебе большое за то, что нашла время, поделилась. Я надеюсь, что карьера твоя будет развиваться. Ты нашла... Спасибо тебе. Спокойствие душевное, самое главное вообще в жизни. О, да. Спасибо тебе, что откликнулась. Спасибо тебе за твой комментарий. Не за что. Успехов. Пока. Пока-пока.